I have ways of blowing things off Здорово, ребятушки! С вами Аладушки, а с вами Disco Elysium Смотрите, на таб у нас... Я случайно сейчас нажал эту кнопку У нас на таб подсвечиваются объекты, а на правую кнопку мыши подсвечиваются объекты и мысли, которые, возможно, у нас могли бы появиться Хорошо Мы сейчас, получается, возле расстрельного дома, да? Мы отправили наших криптозоологов к черту Вернули их домой Нам, вообще-то, нужно бы вернуться О! Вот этого не было На воде колышится буй, указан номер 11 Буй 11! Проверили мы две ловушечки для криптоидов наших Да, это вот расстрельный дом Хорошо, здесь мы были Ловушку мы это уже проверяли Ту ловушку мы уже проверяли Еще две Одна вроде как будет по пути назад А одна будет на территории, которую мы до этого не видели или даже не видали А сюда? Пойдемте Нам все равно нужно будет скоро возвращаться Я думаю, что я буду ночевать в танцах в тряпье Хотя у меня есть бесплатная ночевка Высокие пыльные окна с забранной решеткой Хорошо Я сначала все лутану Потом мы поговорим Это мы сейчас вскроем Забор преграждает путь Отсюда не пройти Понял Еще один электрощиток Сейчас к нему ничего не подключено Внутри пусто Так Мне нужно Вот это, наверное Чьи-то тайнички мы открываем Так Забор я никак не разрежу Ну хорошо Это мы хорошо, что получили Денежку, получили лекарство Что это такое? У меня опять курсор повес Класс Мурал Фельд Перед тобой некогда красочный мурал Буквы с годами облезли Но ты все еще можешь прочесть Фельд Электрикал Нир Слоган когда-то был красиво оформлен Теперь остались только контуры облезших букв До завтрашнего дня один лишь сдох Похоже, завтрашний день так и не наступил Он поднимает воротник куртки Отвернуться Так, ребят, вы кто? Тренд Хейдельстам Фигаси И Микаэль Видишь эти окна? Обратил внимание, что их нет на южной стороне Это из-за того, что мужчина со светлыми волосами стоит рядом с сыном И указывает на видавшие виды руины Он видит тебя и улыбается Как круто Мне улыбаются Господа офицеры Интересуетесь историческим подтекстом западного Мартинеза? Меня зовут Тренд Хейдельстам Он поворачивается к лейтенанту Вы должны быть Ким Кцураги Я прав? Я как раз рассказывал своему сыну об этом здании Далеко не все осознают его историческое значение А ведь это настоящий гипертекст Погоди, откуда ты знаешь Кима? Приятно познакомиться, кивает лейтенант Господин... А, погодите-ка, гипертекст? Да, гипертекст Он говорит так, будто это самая обычная вещь Ян Кари и сборщик культурных гиперссылок Что там было про окна? О, да, так вот, Микель У них была проблема с бликами на экранах Поскольку тогда еще использовали векторные мониторы Это было 49 лет назад Поэтому у них не было окон на южной стороне Вы с Кимом знакомы? Нет, мы раньше не встречались Но я, конечно же, слышал о Киме Микель, поздоровайся с офицерами Укать руку на плечо мальчика Ребенок прячется за полой пальто Своего отца Крепко сжимая в руках книжку-раскраску О вюрмах Микель сегодня немного уставший Мы всю ночь пытались запустить Орбис На его радиокомпьютере Слышали про него? Это язык программирования, который используют в граде Довольно непростой Но малыш хотел поиграть в одну градскую приключенскую программу Нам в последнее время очень нравятся вюрмы Ненатурально льется речь его Профессор будто или тот, кто частенько приглашал на радио вести программы Ненатурально льется Да, согласен, драма Ну, я полагаю, что вы здесь не из-за гигантских вюрмов Ведь в мире множество интересных реальных вещей Как я только что рассказывал Микель Это место высадки коалиции в восьмом году Возможно, мы стоим рядом с самым примечательным памятником в западном Ревашоле Он снова указывает на здании Да уж, ну и экземпляр Ему так нравится всякая всячина Язык программирования Orbis был назван в честь своего создателя Виктора Орбиса, кибернетика из Града В акцидентальных странах используют Vox Что такое удивительное в старом пустом здании А, ну это не просто какое-то старое здание Он поднимает руки к глазам весеннее солнце Согревает его красивое лицо Вы вчетвером поворачиваете, чтобы оценить мурал на стене Многие не знают о том, что раньше здесь располагалось отделение Nierfeld Electrical А Feld, которое сейчас продает картриджи для принтеров Была передовой компанией со времен кибернетического бума Кибернетический бум Бум-бум Хорошо, посмотрите на свисающий на двамя... Посмотреть на свисающий на двамя... На висающий на двамя здание Свисающая, ха-ха Оно выглядит старым и повидавшим виды Чайки растащили камни, металлические прутья каркаса Рухнувшая крыша поросла кустарниками и сломала подоконник А, на сломанном подоконнике свело гнезда какая-то птица Кажется, я ни разу не слышал о Feld Electrical Это неудивительно Они стали просто производителями Никому не нужных картриджей и... Феропленок Он поправляет пиджак Ха Два века назад они начинали Как компания субподрядчик По производству электронного оборудования В Кёнингштейне После своего решительного переезда в Ревашоль Feld стал серьезным игроком На развивающемся мировом рынке Персональных электронных устройств Представляю... Предреволюционной эры То есть, посмотрите, два века назад В этой вселенной уже существовало электричество и электроника Но при этом до сих пор они ездят на мото-каретах У них очень прикольный технологический прогресс Если задуматься о том, как у них все тут происходит Тем не менее Трисентиниал была более успешна в производстве счетных машин Он указывает на здание Ну, у Feld был козырь в рукаве Или, скорее, они разрабатывали козырь в рукаве Он ухмыляется Моя метафора стала несколько запутанной Что это был за козырь? Именно здесь, в Мартинезе Возможно, в этом самом здании был разработан прототип Он делает эффектную паузу Пленочного компьютера Пленочный компьютер? Ага, электронный раскладной механизм Из катушек и лент Ферропленки Достаточно компактный для переноски Революционное решение для мировычислительной техники Возможно, в перспективе доступны даже обычным потребителям Они говорят об наступлении эры персональных компьютеров Ха Так, это был настоящий инженерный прорыв Невозможно даже для сегодняшних гигантов Таких как Рим ACA и ЗАМ ЗАМ А не ЗАМ Хорошо Он ухмыляется довольной формулировкой Он стоит лицом к ветру В какой-то боевой позе Что случилось? Действительно Что? Революция? Мальчик вытирает нос рукавом Он кивает К сожалению, их амбициозный проект так и не вышел на рынок Переезд в Ревошоль Дорого обошелся компанией Революционное правительство Расстратило их активы И экспортировало все переводы Передовые разработки Возможно, прямо из этого здания Или каких-то развалин по соседству Делает паузу и указывает на другое здание Затем продолжает Все это Даже мостки Было построено в фельд Wild Pines Создали Мартинес как курорт Для менеджеров среднего звена А в фельд Построили эту часть города для НИР То есть Пирс построила фельд электроником? Да, они даже построили колесо обозрения Но оно было уничтожено во время войны Колесо обозрения Лейтенант задумчиво смотрит на горизонт Будто перед ее мыслимым взором В небо поднимаются кабинки Да, чтобы заманить своих самых талантливых инженеров До того, как появился фельд Здесь было сплошное болото Нужно было приукрасить это место Оно должно было стать мировым центром инноваций Кипернетики Но у истории были другие планы То есть как из Мартинеса могла получиться Силиконовая долина А что случилось с инженерами И сотрудниками компании? О, боюсь, для этих ребят Все закончилось не очень хорошо Он снова улыбается таким видом Будто это мрачный поворот Событий его собственного заслуга Но эта история слишком мрачная Для маленького Микэля А вот если вы хотите знать о пленочных компьютерах Минутку Он что, намекает, что мы должны просто Обогнуть острые углы революции? Он имеет ввиду, что они погибли от рук Я не буду Пацану не надо это слушать Да, пленочные компьютеры Пленочные компьютеры Кивает он Ветер треплет полы его пиджака И что революционеры сделали С этими продвинутыми пленочными компьютерами? Их использовала армия для переговоров Пока он рассказывает Его сын рассеянно покусывает уголок Книжки раскраски о вюрмах А еще они служили для написания и рассылки пресс-релизов Особенно нашумевший стал декрет Демарс Что это такое было? Что такое мартовский декрет? А, Демарс это мартовский, прикольно Я говорю о радиосообщении Переданном новостными агентами Мировым правительством И мировым правительством От имени только что созданной коммунной революции Ревошоли в 7 марта 2 года Мимолетная законодательная основа Мимолетной утопии Это мне энциклопедия подсказала Это прекрасный текст Моя знакомая Шеретта Автор и исполнитель песен Назвала его любовной Одой Ревошолю В своем концептуально-политическом альбоме Сладкие лапзания Островали Вам стоит его прочесть В любой ревошольской библиотеке Есть копия декрета Библиотека, ладно Я пробовал уговорить Микаэля Выучить его наизусть Он смотрит на сына Который хихикает и прячет лицо в книжку Ну как, пробовал Кое-кто так увлекся вюрмами Что ничем больше не мог сосредоточиться Мальчик смотрит на серебряно-зеленую вюрма Серебристо-зеленую вюрма На обложке книги Он уже забыл о чем шла речь И как работают эти пленочные компьютеры Так же как и радиокомпьютеры На самом деле никто не знает Никто не знает даже Как мог бы выглядеть Компьютер полностью сделанный из пленки Но по слухам Они были очень изящными Изысканными Необычными Настоящей техникой рубежа веков Он поднимает палец Будто что-то Припоминаю Ну понеслась, блин 10 лет назад Я взялся за одну Можно сказать подработку Был приглашен экспертом На выставку в центре Тили-Тили-Бом В Фредфорте 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 Ладно В Арании Там был поднят Тот же самый вопрос И у нас с Полом Оккерманом Главным куратором выставки На тот момент Это было еще до того Как Кит и Гай Иосты присоединились к команде Вышел довольно длинный разговор На эту тему Мы Минутку Он правда только что сказал Центр Тили-Тили-Бом Скорость реакции сработала Внушение Ничего себе Он сказал Центр Тили-Тили-Бом Как будто это нечто Само собой разумею Я вообще не знаю Чуть за центр Энциклопедия Что черт возьми Такое Центр Тили-Тили-Бом И что черт возьми Такие Кто такие Кит и Гай Иосты Так Пол Оккерман Что это Центр современного искусства Тили-Тили-Бом Вот опять Опять он это сказал Выставка была посвящена Памяти Лагермана Поэтому и возникли Такие параллели Именно по этой причине Главный куратор Пол Оккерман решил Вы все это выдумали Повернусь к лейтенанту Ким Он же все это выдумал Да Вроде не существует Центра искусства Ну-ка Новая мысль пришла На самом деле нет Центр Тили-Тили-Бом Произносит он Спокойным голосом Находится в Фредефорте И вы можете посетить его Если окажетесь С нами Заинтересуетесь Рынком выставочных площадей И центром исследования Современного искусства Но наверное Стоит вернуться К разговору О пленочных компьютерах Как я уже говорил Это устройство Было очень Элегантным Даже хрупким При помощи Специальных химических Растворов Можно было писать Прямо на пленке Потом машина Анализировала Написанное Осуществляла вычисления И выводила результаты На белом экране Это было прекрасно Изысканное устройство Спасибо Складная Складная конструкция Из черной пленки РГМ бы такой пригодилась Даже одного Было бы достаточно Соглашается он Хотя я понимаю Социально-экономической Предпосылки Революции Было больно думать о том Что революционеры Сожгли эти удивительные устройства Но это случилось Проект Фельд Перемотка Канул в небытие В седьмом году Фельд Перемотка Да Это официальное название Прототипа Некоторые источники Называли его Опытфельд Перемотка Но это неверно Почему революционеры Его уничтожили Кто знает Может это была случайность Может они не хотели Чтобы технология Попала не в те руки В любом случае Не осталось Ни одного из трех Прототипов В здании Только обломки И пепел Он делает шаг назад Настил жалобно Скрипит на ветру Я хотел очень кое-что Спросить И так Конечно же Что он улыбается И Ерошит волосы Сыном Давайте еще Еще поговорим Про здание Фельд Вы выглядите Так будто У вас Водятся деньги Есть у вас деньги Да Деньги У меня есть Но это не самое важное Он отмахивается Будто вообще Не имеет значения Да ладно Тебе Тебе же нужны Деньги Если для него Они не важны Мог бы с тобой поделиться Мне не нужны ваши деньги На самом деле Мне уже достаточно Поэтому да Конечно Дойектив Я именно так и подумал Действительно Он снова поднимает взгляд И в его глазах Проскальзывает Игривая искорка Не знаю В курсе ли вы Но Весперское Министерство Юстиции Опубликовало Довольно любопытный Доклад По поводу Составления Психологического Портрета Преступника В бывших Социалистических Государствах Читали? Если нет То обязательно Сделайте Это не ради пользы Так хотя бы Из-за теоретического Любопытства Ну да ладно Это мне просто Вспомнился Интересный факт Он слегка Сжимает плечо сына Так что вы говорили Забей В магазине Детективов Романов И биографии Знаменитости Такого не продают Про Фельд Ну про Фельд Мы уже все Поговорили Да Здорово Спасибо За интересную информацию Это вам спасибо За то что поделились Со мной И мальчиком Микаэлем Своими мыслями Очень интересная Была беседа Ты Поделился Своими мыслями Беседа была Довольно интересная Только он Только он и говорил Ладно Да Тут ничего нового Не появилось Хорошо Восприятие слух Оставшиеся окна Дребезжат Ветру Они покрыты Толстым слоем грязи И уже 40 лет В таком состоянии Попробуй заглянуть внутрь Откуда-то с высоты Капает вода Разглядеть Ждается лишь Силуэт Рассыпающейся лестницы Перекладины Вспущены От ржавчины И покрыты Белым налетом Морской соли Ты не видишь Что там внутри Ким? Нет Качает он головой Слегка гремят Стекла гремят в рамах Даже пытаться не буду Кстати Он снимает очки Когда-то у меня Был напарник По прозвищу Глаз Ему приходилось Показывать мне Где Что? Настолько все плохо Он стрелять же Ты можешь? Да И прилично Удивительно Да? Метким стрелком Меня не назовешь Но на экзаменах Я выбиваю 7 из 10 Мне нравятся Вот такие маленькие Разговорчики с Кимом Потому что Я очень хочу С ним подружиться Кстати Там есть лестница Погодите Там есть лестница Значит Туда можно пойти Как Можно разрезать забор Путь нам преграждает забор Действия у меня никакого не появляется Блин Честно говоря Я думал Что я смог бы разрезать забор Но у меня не появляется Никакого действия Ладно С этим зданием Не все так просто Хотя с другой стороны Я до сих пор не могу На крышу танцев В тряпье попасть А тут такое Хорошо Просто попробуем запомнить Что оно здесь есть Тот приложил немалые усилия Чтобы разрушить Этот пластмассовый купол Ограждение Кто-то оставил на этой игроде Неопределенный предмет одежды Пахнет не очень Не очень плохо Погодите Это разве не то что нам нужно Взглянуть поближе Непонятная тряпка Измазанная птичьим дерьмом На нее налипли куски водорослей Из-под слоя грязи Выглядывает рука Возможно кто-то Когда-то это была курткой Погоди Мы же куртку ищем Похоже она просто валялась на берегу Пока кто-то не повесил ее сушиться К сожалению Она просто задубела И превратилась в бесформенную массу Только не говорите Что собираетесь это забрать Мне кажется Это куртка Которая просила найти дурак От роду так И она смотрит на вонючей тряпкой И подтягивает носом в воздух Я уверен Он будет счастлив Заполучить ее обратно Иди сюда Нет я заберу Спасибо Импровизированный навес Бродяки пытались обустроить пир Чтобы жить здесь Этот президент не спас Ни от дождя Ни от снега Ни от ветра Платные весы Ими уже лет 10 Никто не пользовался Очки Я заберу Спасибо Я понял Открытка Курон 33 Время немножко Посмотреть что у нас новенького Так Очечи Корригирующие очки Мега ботан Минус 1 восприятие Потому что я в них нифига не увижу И плюс 2 энциклопедии Зато я сразу почувствую себя умнее Так хорошо Открыточка у нас Понятно Взаимодействовать Грязная куртка Вот она у нас здесь появилась Она даже не в одежде появилась Она Просто Грязная куртка Она неприятно Хрустит у тебя в руках Итак Блин Как эта куртка дошла От такого состояния Это мерзкая Грязная история Не для слабых Духом Уверен что Выдержит Уверен что Выдержит Грязная куртка Со мной разговаривает Давай поведай мне Некоторым Тайнам лучше Остаться Тайнами Не надо Серьезно Задуматься Об этом Ты понимаешь что Держишь Не саму куртку А скорее Толстый слой Непрекаянной жизни И птичьего дерьма Который ее покрывает Куртка пахнет Как дохлое морское животное И вся покрыта Серыми Прядями Водорослей Она должна быть Провела в воде Довольно много времени Прежде чем Прибой вынес ее на берег Ладно Из чего сделан этот слой Каким то образом Ее перенесли Или оттащили К пирсу Может люди А может бродячие псы Которые Рыщут по пляжу ночами Также можно Разглядеть Полустертые Отпечатки Множественного подошв Хотя невозможно Их сосчитать Или описать Можно Утверждать только то Что куртка Некоторое время Провела на земле Прежде чем ее Кто-то поднял И повесил награду И что случилось После того Как ее повесили На ограждение Я по-моему Сейчас получу Моральный урон Мне кажется Этот слой Очень твердый Куртка Продержалась Поджаривалась На солнце По крайней мере Целый день Кто знает Что еще с ней случилось Где-то Высоко Над городом Пара Чаек Выписывает Круги В воздухе Они Словно Бомбардировщики Воздушной Бригады Парящие Над усеянной Мишенями Землей Внезапно Люк Бомбового Отсека Открывается И белые Блестящие Снаряды Устремляются К земле Шмяк Белый Взрыв На чьем-то Ботинке Вверх Летят Проклятия Но птицы Их не слышат Зачем Я потратил Столько Время Размышляя Птичьем Дерьме Потому что Это Было Очень Глубокомысленно Слишком Поздно Ты уже Об этом Задумался Теперь Твои руки Измазаны Этой Дрянью Вытирать руки А штаны Я не буду Фу Я же сказал Получишь моральный урон Ты просто Размазываешь Разбрасываешь Это дерьмо Вокруг Это катастрофа Ты никогда Не избавишься От запаха Пообщались С курточкой Погодите Тут еще Что-то есть Бутылочки Бутылочки Похоже Недавно Какие-то Бродяги Покрасили Этот презент Красным С него Капает Вода Погодите Там что-то Важное Я заметил Сейчас Мы сюда Сходим Открыто И пустая Осторожно Доски Выглядят Прогнившими И так Так Восприятие Боня Запах Он отвратительный Знакомый Это разве Не просто Гнилая рыба Ну что За наивность Что же Тогда Ты не узнаешь Запах Это Отвратительная Гниль Это едва Заметная Нотка Гаденькая Сладость И так Пахнет Только Смерть Это Труп У тебя В животе Поднимается Поднимает Голову Что-то Холодное Это Страх Это И есть Смерть Наверняка Ким Что это Запах Лейтенант Уже Прикрывает Нос Платком Поднимает Глаза Поднимите Глаза Детектив Тут Что-то Не так Вот Труп Урна В урне Лежат Несколько Пустых Бутылок Пустая Пачка Сигарет И Мятая Обертка От Шаурмы Смотреть Тару Всего лишь Две Пустые Бутылки Из-под Водки Тулула И банка Из-под Темного Пива Портер Крепкая Хотя Нет Еще Кое-что Клубничный Ликер Ливис И Несколько Бутылок Из-под Пилзнера Лучше Их Не трогать Негигиенично Какая Трагедия Лейтенант Смотрит Вурно Его Глаза Слезятся От Запаха Смотреть Сигаретную Пачку Ред Астра Сигарет Из-за Эдлых Курильщиков Ред Астра Контрафактная Версия Сигарет Астра Известная Высоким Содержанием Смол Упаковку Из-под Шавухи На ней Можно Разглядеть Следы Майонеза Кетчупа А также Прилипших Кусочков Помидора Надпись Гласит Шиш Кебаб Ревошоль Еда Еди Не больше Двух дней Плесени Еще нет Из-за Запаха Тяжелос Среду Точится От морского Воздуха Станется Немного Легче Уйти Это Платный Бинокль Не работает Уже Много Лет Отстань Уже От бинокля Лучше Держись Покрепче Ветер Такой Сильный Ну Что Трупец Трупец Пролетария На Мазках Где Погодите А уж Это Случайно Не Блин Это Не Труп Мужа Который Муж Трупа Ладно Кто-то Лежит Ноги Руки Сокнуты Шея Повернута Под Неестественным Углом Рядом Валяется Пустая Бутылка Из-под Спиртом В руке Зажата Обертка Отживательной Резинки Это Запах Конечно Еще Не Труп Двух Недельной Давности Но Как говорится Дайте Только Время Секунду Лейтенант Присаживается На корточке Возле Трупа И Внимательно Осматривает Лицо Мертвец Равнодушно Пялится На него Выпученными Глазами Ребят У нас Второй Труп Хорошо Цианоз Едва Проявился Этот человек Кем бы он Ни был Умер Не более Двух Дней Назад Он Встает Ежится От Задувающего Под Куртку Ветра Нужно Выяснить Что Случилось Еще Один Труп Это Твоя Работа Соберись Спокойно Полегче Очередной День Очередное Мертвое Тело Дыши Глубже Осматриваем Измазанные В грязи Ботинки Бежевые Брюки И старая Коричневая Кожаная Куртка С ярко Голубой Подкладкой Погодите Коричневая Куртка С ярко Голубой Подкладкой На груди Пятна От соуса Для шаурмы Кожаная Куртка Сидит Отлично Видимо Ее Шили На заказ Это Вот Это Внимание Куртке Это Я Клевая Клевая Кожаная Куртка С голубой Отделкой Ох Ох Звучит Ужасно Знакомо Вот И я Об этом же Обыскать Карманы Получайте Предмет Читательный Билет В кармане Нашлись Семечки И Вымокшие От дождя Читательный Билет Сложенный Пополам Куртка Ощутимо Потяжелела От влаги Хорошо А после Нужно Будет Взглянуть На этот Читательный Билет Так Хорошо Мертвец Он Погодите Минутку Он Ел Шавуху Съел Шавуху Выбросил Решил Запить Заживал Жвачкой Хотел Присесть Доска Провалилась И он Просто Убился Об скамейку Какая Нелепая Смерть На Черных Волосах Запеклась Кровь Одна Нога Так И Застряла В дыре Очень Неудачное Падение Может Быть Дело Темное В темноте Это место Словно Минное Поле Смотреть Лицо Лицо Выглядит Хмурым Как море За его Спиной На Усах Блестят Капельки Воды Пустые Широко Распахнутые Глаза Пугают Своей Неподвижностью Рост 170-175 Кудрявые Волосы Греб Телосложение Возраст Прямо 50-60 Изучите Кружающую Обстановку На Металлической Скамье Под головой Мертвеца Ветна Засохшая Кровь Настил Рядом С дырой Прогнивший Влажный И скользкий Рядом Валяется Пустая Бутылка В кулаке Трупа Крепко Зажата Обертка Отживательной Резинки Это мы уже С вами Смотрели Нужно Очень внимательно Следить Куда Наступаешь Посмотреть Голову Высохшая Кровь Покрывает Волосы На затылке Здесь Была Открытая Рана На ощупь Липкая И холодная Вот что Его убило Я не вижу Никаких Серьезных Ранений А вы Тоже Нет Только Вот Это На затылке Похоже Травма Головы И стала Причиной Смерти Оно Точно Совпадает С формой Скамьи Встать На настил Зачем Осмотреть Бутылку Водка Тулу 075 Крышка Отсутствует Бутылка Практически Пустая Тара Куда Не глянь Взгляды Восредочны На двух Других Бутылках Забытых Кем-то Возле Платного Бинокля А потом На твоем Желтом Пакете Черт Киев Не надо Думаю В этот раз Не стоит Их подбирать Это Не совсем Уместно Согласен Я не буду Осмотреть Обертку Мятная Жвачка Рубовский На этикетке Изображены Зеленые Листья Рот Мертвеца Приоткрыт От ужаса Перед Падением Заглянуть Внутрь Темнота Смерти Смрад Кажется Можно Разгреть Белую Жевательную Резинку Так и Есть Почти Целая Пачка Плотно Плотным Комком Прилипла К нижним Малярам Он Он Всю Пачку Сживал Чтобы Скрыть Запах Коголя Перед Возвращением Домой Самое Ужасное Что Ким Ежится От холода Я уже Видел Такое Почти Тот же Сценарий Вплоть До Жвачки Всегда Одно И то Стать На Настил Наверное Я не хочу Этого Делать Настил Пронзительный Зловещий Скрипит Возможно Он Проломится Под Весом Погибшего Трудно Сказать Выглядит Не очень Прочным Очень Непрочным Внизу Беснуются Волны Что-то Трещит Под ногами Он Вполне Мог бы Провалиться В эту Дуру И Скинуть В море И Никто Никто Бо Его Никогда Не Нашел Отступить Назад Мостки Под ногами Скрипят От ветра Интересно Кто он Такой Похоже Что местный Чтобы оказаться Здесь Нужно точно Знать Куда Идешь Сюда Не Забредают Просто Так Лейтенант Смотрит На Юг В том Направлении Откуда Вы Пришли Но Это Просто Предположение Что Вы Думаете Мертвый Пролетарий С Бутылкой В Руке Не Обманывай Себя Ты Прекрасно Знаешь Кто это А ведь Мы Знаем Кто это Это Пропавший Муж Пролетарки Вот он Мертвый На пирсе Женщина Которая Вы встретили Книжного Стенда Кем Опускает Глаза На кучу Плоти И тряпья На земле Почему Вы решили Что это Ее Муж Спасибо Потому Что это Типичная Смерть Для Пролетария Так Типичная Смерть Пролетария Всеми Покинуты Забыты Это Кожаная Куртка Описание Вокруг Полно Пустых Бутылок Так Во-первых Вот это Ярко-голубая Подкладка Кем Кивая Это Затем Указывает На левую Руку Мертвеца Ну Кому-то Он Точно Муж Что Потом Произошло Несчастный Случай Со Смертельным Исходом Поскользнулся И проводился Очень Неудачные Сечения Псай То есть Если бы Нет Скамейка Он бы Выжил Наверное Думаю Что он был пьян Как же шоурум Как же шоурум Кто-то должен Ты словно Настил Вот Думаешь Был пьян Безусловно Кивает лейтенант Может алкогольное Отравление Отказала печень Да нет Он упал И убился Ты че Некоторые Некоторые Проявления Серьезного Алкогольного Отравления Безусловно Сыграли свою роль Сильная Дезориентация Угнетение Дыхательных функций И непредсказуемое Поведение Я думаю Его смерть Произошла В результате Травмы головы А не по причине Отказа печени А как же шоурма А что с ней Покойный Поел шоурму Ким пожимает Плечами Вероятно Взял где-то Неподалеку Может быть В язве Иногда шоурма Это просто шоурма Согласен Должен Ответить Сломанный настил Это небезопасно Как только Коалиция Узнает Случившемся Здесь все Перекроют Сомневаюсь Что у них есть Средства На ремонт Хотя Такие меры Ничего не решат Просто городской совет Сможет умыть руки Он кисло улыбается Да Похоже на ничем Непримечательный Нечастный случай Но нужно Еще Установить Личные жертвы И что нам с ним делать И уж два варианта Мы можем взяться За это дело Изучить улики И определить Его лично И самостоятельно Или сообщить В участок И предложить И переложить Заботу на коллег Поедешь Что насчет Осмотра Тела Если нет признаков Совершения Преступления Наружный Осмотр Можно не проводить А на мой взгляд Это просто Результат Несчастного Случая Я предлагаю Просто написать В отчете О результате Осмотра Черепно-мозговая Травма И ничего не выдумывать Это Сэкономит Нам Два часа работы Ты прав Не уж здесь Ничего криминального Так и поступим Согласен На экспертизе Во всем разберутся Мне нужно время Чтобы решить Как поступить Как поступиться К этому делу Давайте вот так Вот Не будем торопиться Да Уходим Мы просто Будем знать Что он здесь есть Хорошо Вероятно Самогон Вероятно Самогон Приятный аромат Брожения О там Деньги на столе Немного Но все же У нас все больше И больше Читали Билет читателя Так Читательский билет Сложен вдвое И все еще Влажновато На обложке Написано Челяльский билет Публичной библиотеки Джем Раковладелец Билли Межан Действителен До 7.53 Билли может быть И мужским И женским Именем Возможно Это покойный Или член его семьи Заглянуть внутрь Этот билет Принадлежал Заятлому штицу Синим карандашом Перечернутой книге Радио Триллер Не загораживая Мне солнце Последняя книга В списке Блестящая кривая М. Тибо М. Тибо Библиотечный штамп Свидетельствует о том Что ее вернули Большинство книг Похоже Относятся К научной фантастике Есть еще Несколько Жанров ужаса Перевернуть В случае утери Просьба вернуть документ В библиотеку Позвонить по телефону Та-та-та Или Посетите нас По адресу Метро С 38 Джамрак Часы работы Лучше чем вы что-нибудь Предпримите Нужно решить Что делать с телом Взглянем на него еще раз И все обсудим Убрать Я тебя понял Хорошо У нас новая мысль Нарисовалась Центр Телетелебом Вот это вот Мысленность Скоро сформируется Хорошо Так Карта Церковь Хижина рыбаков Набережная Мартинеза У нас очень много Теперь есть Вариантов Для того Чтобы сходить Обратно Я предлагаю Эту серию Еще здесь Доисследовать Потому что 17.43 Блин Нам все равно Вечером Возвращаться туда Мы просто Вернемся туда Наверное Часом 20 Что ли Посмотрим Так Старая церковь Мы здесь еще не были Указатель Сент-Брюн 17 Это у нас Поход Может к тем В палатку Зайти К ребятам В тени Видны Пыльные скамьи Много Многих Не хватает Темнота Скрывает Алтарь Если что-то Или что-то Вроде того Слишком темно Чтобы разглядеть Денюжка Я заберу Спасибо У нас 60 Цельных Денюжка Уже Мостик У нас тут Где-то был Да Вот он Мы можем Зайти к этим Чувакам С девушкой Мы разговариваем И даже Шляпу отдали Давайте Зайдем сюда Солнце Внутрь Извиняюсь Он указывает Большим пальцем Лейтенанта Но тут И для одного Места Это маловато Давайте Вы Я слишком Старти Уверен Вам там Понравится Я здесь По дежуре Он указывает На палатку Ну давайте Да ладно Тут такое Музло Пахнет Потами Стиральным Порошком Еще немного Эфиром Похоже Это канистра С водой Подписано Дестированные Колонка Большая Дети Используют На живых Выступлениях Кучка Спреев Для нос Название Марки Незофет Ультра Так Эй Камон Эй Камон Молодой Парень С обеспеченными Волосами Держит В руках Магнитофон Херман В уши И кивает Головой В такт Музыки Он смотрит На тебя И понимающий Улыбку Произносит Хардкор Промолчать Хардкор Просто промолчать Запредельный Хардкор Промолчать Внутренняя Ясность Я хотел спросить Не знаешь ли ты Кто убил Наемника Просто промолчать Все Хардкор Все в порядке Да Чем ты тут Занимаешься Надо раскачать Народ Зачем Я тусовщик Это моя работа Эй Камон Что значит Тусовщик Тот Кто Отжигает 25 часов Подряд 7 дней В неделю По времени По времени Земной орбиты Зимней Зимней Орбиты Так Решите загадку Камона Далеко Отсюда В котле За определенной Широтой Которую Называют Зимней Орбиты Есть Место Где Сутки Для 25 Часов Там Невероятно Холодно И Пусто Одни Алкоголики И неудавшиеся Рок-звезды Кругом Одни Алкоголики И неудавшиеся Рок-звезды Кругом Извечнит Депрессия И Недостроенные Лыжные Трамплины Там Живут Суру Задание Промолчать 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 Его Брови сдвинутые Огромные голодные Движства Такт Едва Уловимые Движения Музыки Весьма Так 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 Погодите Должен быть Какой-то способ Поговорить с ним Просто Вы его Еще не нашли Это точно Не имеет Никакого Отношения К настройке На одну Волну Может Попробуйте Еще раз Попытайтесь Найти Выход Из его Лабиринта Слов Понял Хорошо Хардкор А Надрывно Ребет Он Под слабенький Совершенно очевидный Не хардкорный Ритм Нет Серьезно Мне кажется Такой Хардкор А это Точно Хардкор Внезапно Останавливается И склоняет Голову на бок Минуту назад Мне в голову Пришла Тоже самое Один Разум Один Дух Нет Другого Мира Нет Другой Жизни Вот как Это Хардкор И Ты так и будешь Повторять Что это Хардкор Да Скибади Скибаджи Ладно Промолчать Промолчать Точно Ты уверен Да Да Явно слышится Вот В этих его словах Тот говор Готвальский Гортанный До Звериного Почти Он будто Полностью Поглощен Процессом Процессом А может И Не Готвальский Может Аранский Такой Оммаж К Аране Откуда Судя По имени Родом Арно Ван Эйк Возможно Ты Слушаешь Одно Из Его Продвин Значит Это Есть Музыка Ван Эйка Ты Про Него Знаешь Он Шевелит Губами Но Из Урта Не Вылетает Ни Единого Звука Глаза Его Расширились До Размеров Блюса Похоже Ты Лишил Его Дара Речи Ты Знаешь Ван Эйка Те Знатный Эйкоман Это Уже Андре Со Мно Разгарит Погоди Подруга Рассказала Асель Ясно Ясно Пришествие Черт Андре Ты Ишь Паренька Который Обесцвечивает Кончики Волос Зубной Щетки Он Откладывает Щетки Протягивает Руку В приветствии Приветствую Я Андре Приятно Познакомиться Прикольно В его Волосах Определен Что-то Бескомпромиссное Футуристическое Ты чувствуешь Что будущее Выглядит Именно так Дебильно Ага Если будущее Когда-нибудь Наступит Оно будет Чудовично Дебильным Как этот тип Пожать руку Черт с ним Крепкая рукопожатие Ладонь Теплая Влажная От пота Он пытается Продемонстрировать Доверие В свою очередь Вызывает Его у тебя Это моя Компашка Ноик Ага Человек С серьгами В ушах С подозрением Смотрит на тебя Эй Комон Комон Из магнитофона Что Из магнитофона Что этот парень Держит высоко Над головой Продолжает Греметь музыка Вероятно Анодная Мы Сосель Берже Которая Сейчас Снаружи Проводит Какие-то Серьезные Прогрессивные Эксперименты С звуком Предпочитаем Называть себя Организаторами Музыкальных Мероприятий Погоди-ка И сколько На вашем счету Организованных Музыкальных Мероприятий Мы прямо сейчас Работаем Над несколькими Значит Пока Ни одного Что вы здесь Делаете Видите ли Мы Исходили Весь северный Джамрак В поисках Талантов Да Спасибо Камон Если тех Кого природа Щедро одарила Талантами Крутить Катушку На дискотеке В Джамраке Предостаточно То По части Объектов Недвижимости Нам повезло Значительно меньше Сраная дыра Прошу простить Моего друга Нойка За сквернословие Я-то понимаю Что с полицейским Нужно разговаривать Совершенно иначе А вот у него Есть некоторые проблемы С проявлением Уважения к властям Будет Смотрительный Вам нужна помощь Ваша подруга Появила Что проблемы С церковью Ааа Так вы с ней Уже познакомились Славно Славно Он кивает Да Все дело В захваченной Церковной собственности Вы наверняка Заметили Этот заброшенный Притон Наркомании На побережье О чем ты Я про церковь И совершенно Серьезно Оставшись без присмотра Оставшись без присмотра Даже такое место Духовного утешения Может притянуть Различных Торчков и укурков Торчки Укурки Это дебилы Ладно Он сердито плюет На винт Затем начинает Его чистить К сожалению Все так и есть Очень жаль Ведь мы Как раз собирались Нанести Мартинез На карту Открыв здесь Самый безбашенный Ночной клуб В Джемраке Да чего ж Мы во всем Ревошали Да чего ж Во всем мире И тем более Жаль что там Обосновались Самые неприятные Торчки и укурки Он немного Отклоняется Назад И продолжает Узучать тебя Спокойно Серьезным взглядом Давая твоему Воображению Осознать Насколько плохим На самом деле Могут быть Такие Торчки и укурки Отлично Здесь Ну Здесь Нужно мнение Эксперта Ты уже Ты же у нас Эксперт в таких Делах Как торчки и укурки Так Я не потерплюсь Никаких наркоманов Только через мой труп Они что Не местные Уверен Что так и есть Возможно Мы точно Возможно Мы точно Не знаем Но Зато знаем Что они Жуткие Жуть Не является Предменным полицентом Что ты имеешь Ввиду Я надеялся Что вы Сами на них Посмотрите И сделайте выводы Могу лишь сказать Что эта жуть Мешает Нам восстановить церковь Превратить ее В дом культуры В место В место Духовного утешения А еще А еще Они не Не прогревают И не следят За чистой Самого здания Скорее Скоро все рухнет Люди просто хотят Курить свою катушку Чтобы на них На них никто Жуть и не нагонял От этого места Исходят плохие волны Там Крутить А не курить Крутить катушки Там невозможно Танцевать Спасибо Кому Он Поворачивается к тебе Так что Мы с вами Так что Вы с нами Разберетесь Кому это Как ни полицейским Отгонять оттуда Всякие торчка Каким же Жуткими вещами Они там занимаются Церковные Наверняка Построили эту церковь Не для того Давай Отлично Чувак Он радостно хлопает Так что С церковью Пока Не был Внутри Я попросил Ноика Принять Меры Чтобы помешать Другим Залетным Бродягам Пробраться Внутрь Повесил Замок Это Временно Просто Чтобы взять Ситуацию Под контроль Времени Было Немного Не самая Лучшая Моя работа Но на некоторое Время Хватит А ключ? Конечно Ноик Дай офицеру Ключи Ладно Спидпанк Роется В прикрепленном Кремнем Мешочке И достает Желтый Ключ Внезапно Он решает Сделать Что-то Крутое И небрежно Жестно Бросает Его В твоем Направлении Скорость Реакции Поехали Есть Ты чувствуешь Траекторию Полета Металла И пластика Приближающийся Предмет Издает Ядовое Позвякивание Чуть слева От тебя Поймать Оп Ключ Падает В твою Ладонь Спидпанк Спидпанки Одобрительно Кивают Не сделать Вид Парнишка Кивает Тебе Это Уважительный Кивок Тебе Удалось Кое Что Доказать И Долго Эти Люди Сидят Там Заперти Да не очень долго Неделю Где-то Он Поживает Венечку Вы заперли Внутри Наркоманов Как ты Может быть Уверен Что они Умерли С голода Я Стопуду Уверен Что они Живы Ну то Есть Да Ладно Я По крайней Мере На 95% Уверен Что они До сих пор Живы Когда-то В этом Разрушительном Прошлом Которое Завело Тебя На кривую Дорожку Происходило Нечто Под Названием Экзамены Возможно Тогда Ты Выучил Термин Непреднамеренное Убийство Вот Да Знаю Я Постоянно Слушаю Восьмой Канал Я знаю Про Всякие Преступные Штуки Уверяю Офицеры Это Не тот Случай Я По крайней Мере На 80% Уверен Что они Живы Про Большинство Людей Даже Такого Не Скажешь Что это Вообще Значит Не Знаю Он Затумчив Замолкает Разве Вообще Хочет Что 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 Небудь Значит О Да Парень С Вообще Сообразительный Коп Кое Что Соображаю Так По поводу Замка Замка Мало Средоточина Кивает Готовься Еще На Вопрос Сообразительного Копа Есть Еще Вопросы Да Легко Говори Что Тебе Интересует Разберемся Так Что Дзяли Там В Ну Он Слегка Наклоняется Вперед Там Еще Всякая Аппаратура Когда Я Впервые В первый раз Осматривал Это место В феврале Оно Было Заброшено Совершенно Пусто Сбор Команды Занял Некоторое Время Поэтому Мы Вернулись Только Недели Через День Надеялись Что Сможем Начать Обустраиваться И Наткнулись На Всю Эту Странную Аппаратуру Один Из Андре Расскажи Ему Об Ощущении А И Был Такое Ощущение Что 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 Наблюдает За Нами Из Темноты Нет О Другом Каком Другом У 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 Тишины Никакого Физического Присутствия Вы Не Зафиксировали Как Скать Мы Видели Кого То По Всей Видимости Женщину Которая Входила В Церковь И Выходила Из Ни Пару Раз И Мы Ощущали Как Кто Или Что Наблюдает За Нами Внутри Но Это Типа Все Что Насчет Эта Штуль Которая Наблюдалась Честно Горе Мне Уже Начинает Обновлять Эта музыка На фоне Ну Как будто Мы Были Не Одни Понимаешь И На Человека Это Было Явно Не Похоже Ты Понимаешь О чем Я То есть Был Не Человек Он Хочет Сказать Что Это Был Призрак Понимаешь Понимаешь О чем Он Там Была Какая Темная Фигура Ползущая По потолку Вверх Ногами Как Как Какой Нибудь Человек Краб Человек Сранно Крабы Это Вроде Как Морские Животни И По стенам Ползать Не Умеют Вы Уверен Что Был Человек Краб Да Абсолютно Ну То есть Сам То Я его Не Видел А Цель В тот Раз Была Одна Ну И Верю Если Эта Девочка Выбегает Оттуда И Говоришь Там Краб Значит Там Краб То Есть Он Даже Не Заходил Туда В Последнее Время Он Что Боится Тебя Стоит Расспросить Об этом Только Поделикат Не говори Что Не Еришь Краб Скорее Всего Не Существует Никакого Человека Краб Не Позволим Тебя В безумие Конечно Не Существует Это Я Знаю Спасибо Логика Можно Подробнее Рассказать Про Эту Аппаратуру Так Состоит Тебе Стоит Поговорить Об Сно Сно Я Скорее всего Практически Наверняка Как так Можешь Быть Уверен В том Что Они Торчки На реке Если Даже Не Видел Их Честно Говоря Не Могу Но Все Равно Уверен Это Ничтожная Попытка Уйти От 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 Он Просто Пытается Обороняться При помощи Идиотизма Ты Не Можешь Но Все Равно Уверен Надо Мне Тоже Задействовать Идиотизм В качестве Оружия Эй Я Попросил Б Хмуриться Он Я На Семьдесят Пиро Цент Уверен Что Они Употребляют Не Позволь Чувак На Рика Вообще Похож Не Позволяй Все Этой Аппаратуре Себя Обмануть Он Изображает Воздух Кавычки В слове Аппаратура Откуда По Твоему Берутся Наркотики Ладно Сменим Тему А Что Что Сэй Камоном Мне нужно С ним Поговорить Он Не Способен Он Не Особо Разговорчив Общается В основном Посредством Музыки А еще У нас Эмси Эмси Это я Понимаю А как Ты С ним Общаешься Ну Он Пожирает Причины Он Просто Тут С нами На самом Деле Я Не Знаю Как С ним Общаться А ты Когда Нибудь Говорил С ним Бывало Иногда Когда Я Например Внезапно Находил Способ До Него Достучаться Однако Для Этого Сначала Придется Послушать Про Хардкор И Мега Хардкор Это Подсказка Нужно Послушать Про Хардкор И Про Мега Хардкор Хорошо Парень Загадочно Улыбается Пусть Музыка Говорит Сама За Себя Я Понял Его Разум Это Лабиринт Придется К нему Пробиваться Но Я Пока Что Кто Они Такие А Да Это Метеоранское Название Партии Основателей Я решил Что Будет Круто Его Использовать Если Ты Не Знаешь Про Такую Партию Основателей Возможно Мы Можем Скрыть Это За Некоторым Количеством Демагогии Я Даже Не Знаю Что Такой Партия Основателей Знаешь Если Задуматься Я Никогда Не Сказал Этот Термин В словарях Точнее Определить Даже Не Могу Но Это Очень Могущая Религиозная Организация И Что И То Эта Партия Восходит Корнями К Древнему Общественному Строе Он Делает Паузу А еще Они Хранители Церкви Прекрасне Как Перикарнастцы В фигасе Посвящают Светочи Так Они Типа Создали Саму Систему Светочи Разве Нет Судя По Описанию Им Бы У себя В церкви Точно Понравилась Громкая Анодная Музыка Кажется Они Не Оценили Появление Ночного Клуба В своей Церкви Тут Ты Очень Сильно Заблуждаешься Он Качает Головой Церковь Прекрасне Перикарнастцев Перикарнастцев Учит Любви Анодная Музыка Учит Любви Я Испытываю Любовь Перикарнастской Компании Любовь Спасает От смерти Мы Танцуем Он Начинает Я раз Натрясти Магнитофон Словно Пытаясь Сломать Его Любовь Это Хардкор Единство Единство Офигаси Давайте Пошумим Для моей Островолийской Компашки Он делает Музыку Громче Затем Смотрит На тебя И понимаешь Кивает Как будто Ему Совершенно Очевидно Что Ты Сейчас Спустишься В пляс Я Совсем Не понимаю Какая Еще Компания Думаю Любовь Действительно Может быть Довольно Хардкорной В отношении Нашего Персонажа Уж Точно О Да Еще Как Теперь Я понимаю Как глупо С моей Страны Было Думать Иначе Анодная Музыка Нет Это Чересчур Ни одна Организация Здравого Умения Не согласится На подобный Абсурд Своей Церкви Но это Довольно Уныло Думаю Я Выражу Всеобщее Мнение Если Скажу Что Мы Ожидали От закона Более Прогрессивного Взгляда На понятие Любви Единства И Перекарнаст Компашки Такого Положения Я не понимаю Ни слова Из того Что Такого Положения Вещей Ага Он меланхолично Пожимает Плечами Полагаю Так Есть Ну и что У тебя еще Остались Вопросы Так Я хотел поговорить Обо всем этом Оборудовании Что есть В палатке Да Что Я смотрю Вы принесли С собой воду Да Да Нести Конечно Офигеешь Но Оно Того Стоит Когда я Был Здесь Впервые То Немного Разведал Что К чему Не уверен Что в церкви Есть Водопровод Еще Дистиллированная О Он Не знает Что Это Он Не знает Что Надо Сказать Ее На заправках Продают Есть Подозрение Что Он Врет Мессир Но Так Увертлив Что Никак Не Ухватиться Я Так Не хочу Вас Расстраивать Но Здесь Жутко Воняет Потом Есть Такое Я Тебе Говорил Что У нас Проблема С запахом Он Поднимает Кусок Телефон 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 Кабеля И Внимательно Изучает Его Погоди К Еще Я Чувствую Запах Эфира Почему Почему Это Эфир Я Не Чувствую Никакого Эфира А Ты Но Не Но К этому Запах Примешен Еще Один Довольно Странный Похожий На Стиральный Порошок Он Приняхивается Пожимает Плечами Не Надо Быть Судмин Экспертом Чтобы Понять Что Здесь Замешаны Наркотики Парни Выглядят И ведут Себя Так Будто Знают О них Не Понаслышке Понятно Как бы там ни было Дышат они нормально Челюсти не крутятся Зрачки не расширены Так что В данный момент Они не под кайфом Так Хорошо Во всяком случае Не под Стимуляторами Но это Не исключает Галлюциногены Бензолы Кое-какие Депрессанты Откуда Откуда Ты все Знаешь А Что По поводу Этого Нософеда По поводу Чего Он наклоняется Ближе Чтобы Лучше Слушать Указать На бутылку С названием Спрей в углу Незофед Ультра У вас тут Его целые Целые залежи А Старая Добрая Ультра Мы Похожи На актера Который ждет Когда суфлер Подскажет ему слова У меня серьезная Респираторная Инфекция Нос заложен Нас у всех Зима Все дерьмо Даже Дышим с трудом А по-моему У тебя все В порядке А Он Энергично Кивает Это все Незофед Без него Я бы уже Дерьмом Как тебе рассказали Удели минутку Анализу ситуации Давайте Но я провалюсь Ну прежде чем Ну прежде всего Ты сообразили Коп Такой сообразили Коп Сразу понял Будет здесь что-то Не так Нас этим Нас этим Должно Не просто Потереть Подвороз В чем Соль А соль В том Что они Хотят Сделать ССР Клуб Однако Здание Захвачено Какими-то Подозрительными Элементами Очень важно Понимать Соль Вещей Всегда Ищи В чем Соль Прежде чем Принять Решение Пока Все Идет Хорошо Да Мне нужна Логика На этом Все Спасибо И Мы Наверное Тоже Пока что На этом Будем Заканчивать Серию Потому что Немножечко Подзатягивается Теперь Такая Небольшая Дилемма Что делать Потому что Если В церкви Люди То их Надо Спасать Но Так Тоже 18.42 И Нам Нужно Вернуться И Поговорить Еще раз С ней И В общем Ладно Давайте Уже Решать Что делать В следующей серии Пока что На этом Все Холодно Конечно Спасибо Что были С нами Всем Удачи Добра Бобра Всем Молодушек Всем Покеда С Немножечко С Продолжение следует...